ну что по оладушкам сегодня ухты какие они высокие без дрожжей на просто кваши и совсем без дрожжей недавно вычитала чем меньше дрожжей тем лучше для организма не зря же у наших мужчин появляются пивные животики скорее всего из-за дрожжей я совершенно не хочу чтобы у меня появился какой-то там животик дрожжевой мои дорогие здравствуйте еще раз вас поздравляю с наступившим новым годом с наступившими великолепными чудесными радостными новогодними праздниками мы на даче вы знаете вот несколько лет назад может быть лет 25 назад я даже не могла представить как я могу провести новый год на даче или зимой жить на даче мне казалось что это так не интересно так это грустно а смотрите проходит время наступает уже там 55 лет и сейчас уже 60 лет и ты понимаешь как хочется быть на природе да слышите шумит коширка да очень близко подошла вот со стороны ступина очень сильно шумит но и тем не менее все равно тишина свежий воздух и и на даче гуляешь больше вот например я с чаликом гуляю практически 5 даже не совру 5-6 5-6 часов в день то есть там приготовила быстро завтрак натаскали сашей воды быстро помыли помыла посуду или вместе помыли посуду и все он там занимается своими делами там или наушники включает и смотрит свои сериалы ну мужчины отдыхают как как им хочется а я беру чалика и ухожу в лес гуляю по заснеженному лесу вон там наш дом стрелочкой покажу когда буду монтировать воды много здесь вчера сгорел дом я вызывала пожарных так скорее всего у них водопровод прорвало и они об этом не знают скорее всего надо будет к ним прийти как тебе по нетронутому снегу то а ну об этой ситуации я расскажу я думаю завтра вам ну или в следующем следующем видео сейчас не хочу этой темы затрагивать совершенно не хочется конечно все здесь переживали ну такая ситуация бывает а вас у меня уже почти девять тысяч девять тысяч человек девять тысяч зрителей правда мало смотрят но неважно я всегда говорю сколько смотрит столько темы рада вот и для тех кто новенький у меня я напомню что меня зовут любовь и я всегда говорю с вами любовь и пускай всегда с вами будет благополучие я всегда говорю вам пускай будет с вами любовь с наступившими вас новогодними праздниками целовашек обнимашек радости счастья семейного благополучия всего самого доброго самого искреннего душевного в новом году несмотря на то что мы с сашей праздновали вдвоем новый год конечно было очень много наготовлено всего-всего столько было много и мне кажется я уже не могу все это есть и хочется уже что-то нового свежего но нужно доедать то что то что бурно готовлено пора готовить что-нибудь вкусненькое именно зимой хочется что-нибудь вкусненького очень хорошо тепло улыбаюсь все по-деревенски ведра умывальник саша молодец вот такой умывальник осенью по моему проекту сделал ну а я хочу поделиться с вами очень вкусным десертом правильного питания для этого нам понадобится хурма геркулес провернутый в блендере одно яйцо сметана как раз она сегодня осталась у нас после оладушков или йогурт или немного кефира я говорю все слово немного поскольку все равно все получится ну и это и и и и и и и Ну и как же без масла? Можно добавить растопленного маслица. А если нет сметаны, то можно взять вот такой ягодный фрогурт или йогурт. Ну а теперь время хурмы. Хурму мы берем крепенькую, чуть-чуть прихваченную все-таки морозами. И нарезаем. Если у вас есть корица или ванилин, вы также можете добавить либо корицу, либо ванилин. Если есть немножечко лимона, то нужно было бы выжать лимонный сок. Лимона у меня сейчас нет, поэтому я беру немножечко лимонной кислоты. Лимонная кислота. Слой теста геркулесового. Можно яблок, не важно, что у вас есть под рукой, можно мандарины, можно апельсины. И еще раз сверху слой теста геркулесового. И все, теперь отправляю все это в духовочку. А посуда никогда не заканчивается. Никогда. Так, здесь у меня 150 градусов, но боюсь ошибиться, потому что плита у меня здесь электрическая, духовка совершенно по-другому работает, поэтому не могу ничего вам сказать, только на глаз. Работает вверх-вниз и у меня было поставлено минут, наверное, на 35. В каждой духовке нужно приноровиться, как любая хозяйка приноравливается именно к своей духовке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вы что сейчас? Смотрю, санки стоят. К чему бы санки, думаю я? Саша говорит, неохота мне заводить машину. Пойдем сейчас за дровами. Моя идея купить брикеты, чтобы на ночь закладывать в печку и чтобы они долго-долго давали тепло. Все-все-все, успокаивайся, успокаивайся. Чего ты лаешь? Наши хоть и маленькие, но тоже задиристые. Я как ребенок асфальта смотрю настоящие шишки на настоящие елки. Да, Саша? Так, брикеты топливные, сто двадцать три рубля. А в Леруане по семьдесят пять. Я далеко пошла? Где они лежат? Прям при выходе? А, хорошо, ладно. Не, моя лопата лучше. Эти все пластмассовые. А что это у нас зарывается? А, все, я поняла. Какую ты хочешь купить? Вот эту вот маленькую? Ну, вот эта стоит девяносто рублей, как моя. Или девятьсот? Девяносто рублей. Главное, чтобы она... Так, пошли почистим на улице, попробуем. Может быть. Ха-ха-ха-ха. На простом. Я тебя не буду снимать. И себя тоже. Ха-ха-ха. Дай мне сюда бутылочку, Саша. Бутылочку. Это не просто водка, а водка с мандарином. Не водка, это какая-то... Мандариновая водка. Ну, давай, Саша. За наше продолжение праздника новогоднего. Да, мой хороший. С новогодними праздниками. Мандаринкой пахнет. Ой! Саша, у нас же там мандарины я купила в пятерочке. Вот они лежат еще мандарины. Вообще, я люблю, Саша, делать, знаешь, как сыр с майонезом, с чесноком, а сверху положить шпроты. Сыра у нас нету. Ха-ха-ха. Прям, знаешь, прям по-русски. Ну, я говорю, там ты оставила ни туда, ни сюда. Нет, туда. Ну что, туда. Туда. Ой, хорошо. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Здрасте, ваша тетя. Помнишь? А что там? Она любит выпить, этим надо воспользоваться. Ха-ха-ха. Ся-ха-ха. 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 Ты хочешь воспользоваться тем, что я выпью? Не, ну когда хорошие вещи, я откопал случайно буквально. Ну давай. Я люблю выпить. Этим надо воспользоваться. Ха-ха-ха. Ну и хорошо. Ладненько. Всем говорю, с Новым годом. Больше улыбок, больше обнимашек, больше целовашек. Ну давайте. С наступившим. С наступившим. С Новым годом. Счастья. Четвертый день так наступил. Четвертый день как пьем. Салаты, оливье. Сколько мы ели? Три дня. Три дня. Как и положено, Саш. Холодец. Холодец. Три дня. Три дня. Что еще? Ну и все. Шпроты. Что первый. Четвертый день. Не правда. Нет, нет, нет. Только открыли. Ну так на четвертый день. На четвертый день, да. А ведь хотелось сделать какие-то вкусные. Икру три дня ели. А съели икру? Съели. А ведь икру правда ели три дня. 31, 1, 2, 3. Сегодня какое число? Сегодня четвертое. Сегодня четвертое. Доели икру сегодня. Четверо дня ели. Значит три дня икру. Мы сегодня доели. Вчера доели. Я на самом деле потеряла уже счет времени. все не успеваю ускакивать и снимать у нас только здесь ох как весело вот в москве такого нету приходится из бани выбегать и смотреть как у нас здорово с наступившим новым годом с наступившим мои дорогие и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»